Добрый день, президент, уважаемые коллеги. Да, сейчас мы начнем совершенно о другом говорить, на первый взгляд. Обнаружение онкологического заболевания проявляется не только в теле человека, но всегда отражается в его психике. И в этой связи, конечно, известно, что само заболевание раком, оно всегда вызывает стресс у человека. Последние годы на кафедре психологии кризисных и экстремальных ситуаций в нашем институте мы рассматриваем ситуацию онкологического заболевания не просто как стрессовую, а как ситуацию, как кризисную и экстремальную. Ситуация онкологического заболевания обладает всеми признаками кризисных и экстремальных ситуаций. На слайде изображены эти признаки и как они проявляются, которые проявляются при онкологическом заболевании. И надо сказать, что кризисные и экстремальные ситуации, хоть мы их и объединяем, на самом деле они различные, и потом попозже немножко я расскажу, в чем они отличаются друг от друга. Но это всегда можно сказать, что экстремальная ситуация – это сверхстресс для человека, кризисная ситуация – это пролонгированный стресс. То есть это не просто стрессовые, а это сверхстрессовые ситуации для человека, иногда не только для самого человека, но и для членов его семьи. И онкологическое заболевание в связи с этим как раз сопровождается сверхсильными, предельными по своей интенсивности переживаниями пациента. Вот стоит обратить внимание именно на то, что переживания предельные. И этим самым, конечно, создают угрозу психической травматизации больного. А следствием этой травматизации, следствием психической травмы, на которую, кстати, указывал еще Николай Николаевич Петров в своей книге «Вопросы хирургической диантологии», это могут быть различные формы дезортации, с которыми наверняка вы встречаетесь, когда вы работаете с пациентами. Это могут быть и психологические, нервно-психические, психосоматические расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство, о котором сейчас в последнее время очень много говорится. И надо сказать, что среди больных рака молочной железы по исследованию Надежды Владимировны Тарабриной в Московской Академии Академии Наук России примерно треть больных рака молочной железы страдает посттравматическим стрессовым расстройством. А согласно классификации ВОЗ, вот это посттравматическое стрессовое расстройство уже относится к психическим расстройствам, потому что есть два критерия. Первый критерий – это наличие витальной угрозы, она есть у больных, и второй критерий – это переживание страха, ужаса, паники. Это тоже наблюдается у наших пациентов. И надо еще немножко сказать про травму психическую. Чем же она отличается? Вот травма психическая при онкологическом заболевании отличается от обычного вида психических травм. Если обычная травма – это всегда где-то психическая, я имею в виду, она всегда как бы вне человека. То травма при заболевании, при заболевании раком, она находится, угрозу несет сам человек, сам организм его несет угрозу для него. Это первое различие. И второе различие обычно – травма – это всегда что-то прошлое, то, что было в прошлом. При онкологических заболеваниях травматично становится будущее человека. Каким оно будет? Больные раком молочной железы испытывают двойную психическую травму. Во-первых, возникновение витальной угрозы и крушение жизненных планов в связи с болезнью. И второе – страх утраты женственности вследствие количества операций и возможности количества операций. И это очень важно при учете, при работе с пациентами. Вот как больные отзываются о том, что с ними происходит, как они говорят о своем состоянии. Здесь больные от 28 до 53 лет. Разные больные. Каждое утро просыпаюсь, и первая мысль – у меня рак. Ни с кем не хотелось общаться. Другая больная. Это было как открытая душевная рана, которая болела и ныла. Еще одно высказывание. Так тяжело, как будто у меня не в груди опухоль, а в душе опухоль есть. Следующая больная. Для меня это был удар. Еще и потому, что от меня здесь ничего не зависит. Просто руки опустились, когда я это поняла. Еще одна больная. Болезнь изродовала мое тело и душу. Ничего не могу с собой делать. До болезни была совсем другой. Еще позвольте проиллюстрировать, именно как больные переживают нарушение образа своего телесного «я». Как они взаимодействуют с телом. Больная О. Я иногда просыпаюсь ночью и плачу. Прошу у тела прощения. За то, что не замечала раньше. Не обращала внимания. Все думала, что само пройдет. Следующая больная. Мое тело стало для меня чужим. Это не мое. Мое тело здоровое, красивое. А это, это чужое. И вот больная Дэ, 28 лет ей. Мне кажется, что мое тело умерло. Сразу умерло, как только узнала о диагнозе. Я живу своими эмоциями, чувствами. Но теперь не понимаю, что происходит. Я очень эмоциональный человек. Но чувства, они во мне, в моей душе. Они в моем теле. Мне кажется, я ненавижу свое тело. За то, что оно преподнесло мне такой сюрприз. Очень часто больные переживают именно состояние, что их тело их предало. И вот в этой связи возникает такая мысль. Сейчас, немножко назад еще вернусь. Возникает такая мысль. Каков смысл лечения, если пациенты так себя чувствуют? Для чего мы их лечим? Не так давно была пациентка, которая буквально с порога заявила, я себя потеряла, я хожу как мертвая. Это у нее был 6-й курс, ей 63 года, 6-й курс химиотерапии, после мастертомии она. И возникает вопрос, мы знаем, вернее, даже не вопрос, мы знаем, что психологическая смерть часто предшествует физической смерти. Если пациент себя так чувствует, то каков смысл в их лечении? И сразу возникает необходимость того, что больным нужно как-то в этой ситуации помогать. Исследования, которые проводились в нашем институте еще в конце прошлого века, исследования больных рака молочной железы, они показывают о том, что больные находятся в чрезвычайном эмоциональном напряжении. И в те годы не проводилось реконструктивных операций и не было сохранных операций. И кажется, в настоящее время ситуация должна была бы измениться, когда мы видим, что пациентам проводится подобная рода органы, сохраняющие реконструктивные операции. Но вот посмотрите на исследование, которое было проведено в институте в 2016-2017 году изучалась интенсивность уровня переживаний у больных на диагностическом этапе. Было исследовано 2113 человек. И посмотрите, среди больных с различными опухолями, мы видим, что среди больных, у которых был обнаружен рак молочной железы, 22% пациентов, которые считали, что у них переживания выше нормы. Следующее исследование, когда больные были на диагностическом этапе, заполняли шкалу переживаний, мы тоже видим, что… И вот при поступлении в стационар было исследовано 2000 человек. И обратите внимание, что как раз на отделение опухолей, те, которые поступали на отделение опухолей молочной железы, тоже 21% переживаний были выше нормы. То есть, посмотрите, получается так, что несмотря на то, что проводятся реконструктивные операции, органосохранные операции, однако сила переживаний больных раком молочной железы очень велика. И вот, пожалуйста, было дополнительно проведено психологическое исследование 35 больных раком молочной железы как раз на предмет того, как они представляют себе психологическую поддержку и насколько они нуждаются в психологической помощи. И что мы видим? Мы, во-первых, видим, что половина вот из исследованных больных, 20 человек, испытывали страх перед лечебными мероприятиями. Я думаю, что если бы мы исследовали не 35 человек, а 350 человек, результат был примерно тот же самый. То есть больные боятся всех лечебных мероприятий, которые происходят с ними. Далее, обратите внимание на последний пункт. Все больные раком молочной железы нуждаются в психологической поддержке врача. Вот это стопроцентное. Ну а дальше уже, если говорить о том, как в семьях не всегда их понимают, и окружающие тоже не всегда помогают им так, в чем больные нуждаются. Таким образом, недооценка важности внутреннего мира больной, ее личностных особенностей, ее отношение к себе, к заболеванию, к лечению, к будущему, не дает возможности проявиться психологическим ресурсам личности для адаптации к ситуации болезни и преодолению ее последствий. Таким образом, получается, что при увеличивающейся продолжительности жизни больных рака молочной железы, отсутствие профессиональной психологической помощи снижает качество их жизни, не позволяет осуществлять целостный подход к лечению и препятствует достижению более полного эффекта лечения. И вот сразу возникает вопрос, а что такое профессиональная психологическая помощь? Является ли профессиональная психологическая помощь только, может ли она осуществляться только в лице профессионалов, медицинских психологов или психотерапевтов? Мы глубоко убеждены, что профессиональной психологической помощью должен обладать любой специалист, который работает с больными раком молочной железы. И, конечно, в первую очередь, наряду с медицинскими психологами и психотерапевтами, это в первую очередь врач-онколог. Врач-онколог должен исходить из профессиональной позиции. Собственно говоря, у него нет выбора. Либо он находится в своей личной позиции, то есть так, как он обычно общается со всеми людьми, либо в профессиональной позиции. И наш же опыт работы в институте и исследования врачей в институте показывает, что очень часто врачи, работая в взаимодействии с пациентом, находятся не в профессиональной позиции, а в личной позиции. А когда человек в общении, в взаимодействии с пациентом находится в личной позиции, это всегда чревато конфликтами с пациентами, это всегда чревато дальнейшим синдромом эмоционального выгорания самого врача. На чём же основана профессиональная позиция врача? Эффективное взаимодействие врача с онкологом, с больной раком молочной железы состоит фактически эффективное. Что нужно для профессионального, грамотного, психологического взаимодействия с пациентом? Понимание переживаний и психического состояния онкологического больного, больной в частности, проявление эмпатии, сочувствия, сострадания, безоценочного отношения и суждений, адекватное информирование о болезни, диагнозе, исследовании, лечении, процедурах, осложнениях в дальнейшей жизни, в условиях болезни. Иногда возникает вопрос, и раньше он часто звучал, а стоит ли врачу, надо ли врачу знать о переживаниях больного? Может быть, это вредит его работе? Вот хочется на этот вопрос ответить таким образом. Если врач находится в личной позиции по отношению к пациентам, на таком, общается на бытовом уровне, да, это вредит работе. Это вредит и самому врачу, и это вредит пациентке. Но если же врач находится на профессиональной позиции, то это помогает врачу, и это помогает пациенту. То есть задача состоит в том, чтобы врачу быть в профессиональной позиции, врачу обучиться грамотно взаимодействовать с пациентом. Ну и сейчас, если мы говорим о профессиональной позиции, то очень важно еще и сказать, о чем же занимается, потому что очень часто работа медицинского психолога или психотерапевта очень часто бывает непонятно. И вот мы попытались здесь указать некоторые методы, которыми пользуется медицинский психолог в своей работе, в работе с онкологическими пациентами, в работе с больными раком молочной железы. Но надо сказать, что в фокусе внимания медицинского психолога, в отличие от врача, находится не болезнь, а личность больного человека. Он работает с личностью, он больше, чем врач, внедряется в внутренний мир пациента. И это требует, конечно, определенных также умений и навыков. И одним из главных, помимо всевозможных техник и методик, это важность умения создавать безопасное пространство, психотерапевтическое пространство для пациента. В своей работе мы разработали такую трехфазную модель профессиональной психологической помощи в процессе адаптации больных раком молочной железы. Ну, хочу напомнить, что такое психологическая адаптация больной раком молочной железы, как мы это понимаем. Это она состоит в возможности жить в условиях болезни. То есть жить, несмотря на признаки экстремальной кризисной ситуации, жить, зная, что болен. И вот рассмотрим сейчас последовательно три фазы. Первая фаза. На каждой фазе есть, в каждой фазе этой динамики есть задача психологическая. В первую очередь, это психологическая задача, которая стоит перед самим пациентом. И вот на первой фазе динамики психологической адаптации перед больной стоит задача принятия болезни. То есть от отрицания к болезни, к принятию. Эта фаза длительная, мучительная. Она сопровождается сверхсильными переживаниями пациентов. Но что требуется, какая психологическая помощь, профессиональная, хочу подчеркнуть, какую может помощь оказать врач. Поднимание переживаний больной, эмпатию, адекватное информирование. Что в это же время может делать медицинский психолог? Создание психотропического пространства для выражения больной своих чувств и переживаний. Осознавание чувств, переживаний – это первый шаг к контролю своего состояния в ситуации неопределенности. Таким образом, в результате получается, что получается в результате, если человек вот проходит, больная проходит эту фазу, снижение эмоционального напряжения пациентки возможно при проявлении и выражении сильных чувств. Вот мы должны знать, что всегда это правило, это закон, сильные чувства могут, напряжение может снижаться только благодаря тому, что эти чувства выражены, они не подавлены, не загнаны куда-то внутрь. И в результате происходит принятие болезни не только на когнитивном, но и на эмоциональном уровне. Это тоже очень сложный момент, потому что мы в настоящее время, когда всех больных информируют о том, что у них рак, и в частности больных рака молочной железы, все больные, которые приходят к нам на прием, они знают, что у них, какое у них заболевание, но, к сожалению, на эмоциональном уровне они его не принимают. Не так давно была пациентка, которая сказала так, «Меня накрыло на четвертой химии». То есть у нее сначала была операция, потом была химиотерапия, ее накрыло, как она сказала, на четвертой химии. На четвертой химии она поняла, что за заболевание у нее. И вот начинается работа по принятию заболевания не только на когнитивном, но и на эмоциональном уровне. В результате эмоционального принятия болезни в результате этого происходит формирование новой идентичности «я больная», что позволяет пациентке активно и ответственно лечиться. Только принимая вот эту новую свою идентичность можно активно и ответственно лечиться. Вторая фаза. Опять на этой фазе, как раз задача больной на этой фазе, это, собственно, адаптация к заболеванию. Что может сделать врач? Информирование занимается врач и обсуждение вопросов, связанных с заболеванием и лечением. Четкие и понятные рекомендации, как жить в условиях болезни и лечения. Слово «доктор» в переводе с латыни обозначает «учитель». Чему может научить врач больного? А вот врач больного как раз и может научить тому, как правильно жить в условиях болезни. Что можно делать? Что нельзя сделать? Каким образом наиболее качественно прожить в это время? Что делает в это же время медицинский психолог? Он опять помогает выражать и обсуждать чувства, обращается к жизненной истории пациента и к непреработанным, может быть, ситуациям, переживаниям, которые были ранее. Таким образом, с помощью различных психологических методов пациентка обучается жить в условиях болезни. При этом используется как внешний, так и внутренний ресурс личности пациентки. Она учится понимать и контролировать свое состояние и настроение, получает возможность более целостно взглянуть на свою жизнь. У нее увеличивается диапазон реагирования. И вот, как правило, в большинстве больных на этом этапе, на этой фазе уже заканчивает психологическую помощь. Дальше они считают, что им этого достаточно. И этих больных мы относим к категории людей, которые переживают ситуацию онкологического заболевания, как экстремальную. Потому что в ситуации экстремальной ситуации вопрос ставится к адаптационным возможностям человека. Насколько он сможет выдержать, насколько он сможет адаптироваться. Вот на этой стадии, на этой фазе больная, как правило, уже адаптируется. Она может жить, не обращаясь даже за психологической помощью. Но используя внешние и внутренние ресурсы. И, наконец, третья фаза. Она как раз происходит, можно сказать, динамика психического состояния у больных, которые переживают ситуацию онкологического заболевания, как кризисную. И задача людей больных, больной, на этой стадии, это на этой фазе, это изменение реконструкции личности. Если первая, вторая, это не обращается к личности, а личность не меняется, то именно на третьей фазе как раз происходит изменение реконструкции личности. Что требуется, что может сделать врач? В чем состоит психологическая помощь врача? Эмоциональная поддержка, адекватное обсуждение вопросов, связанных с заболеванием и здоровьем. Психологическая помощь медицинского психолога. Больная через обращение к аутентичности, то есть к своей подлинности, приходит к новой личностной интеграции. И, надо сказать, и наши данные, и литературные данные показывают, что именно те больные, которые переживают ситуацию онкологического заболевания, как кризисную, они лучше приспосабливаются к жизни, они более качественно живут. И, мало того, есть даже данные, что они дольше живут. Но, к сожалению, мы не можем людей всех заставлять переживать этот кризис, он тяжело переживается. Обычно треть больных может переживать ситуацию как кризисную. Таким образом, мультидисциплинарный подход в лечении больных рака молочной железы должен включать профессиональную психологическую помощь, которая является сутью психологической реабилитации. И хочется подчеркнуть, что врач-онколог и медицинский психолог или психотерапевт, они дополняют, их работа в оказании психологической помощи больным должны дополнять друг друга, а не мешать друг другу. Спасибо за внимание. Какие будут вопросы к Валентине Алексеевне? Будьте добры. Спасибо за очень хороший доклад. Несомненно, каждый доктор должен быть в какой-то степени психологом, правильно преподносить диагноз и поддерживать пациента на протяжении всего периода лечения и реабилитации. Вот вы сказали, вот есть такое понятие эмпатия, да, сострадание, сочувствие. А в этом плане как врач себя должен уберечь от такого синдрома, как психоэмоциональное выгорание? Или врач в какой-то роли должен быть актером в этой ситуации? Ну, честно говоря, мне трудно представить, что значит врач-актер. Он притворяться должен? Нет, ну вот я не могу понять, просто если... Ну, вот давайте так, вернемся к эмоциональному выгоранию. Первое из... Во-первых, мы должны знать, эмоциональное выгорание нельзя избежать. Это вот, это правда жизни, суровая правда жизни. Это стресс. Что такое? Это неадекватная реакция на стресс, которая есть в вашей работе. Избежать нельзя. Но что можно сделать? Зная о том, что эмоциональное выгорание существует, можно к нему как бы приспособиться. Можно... Эмоциональное выгорание – это процесс. Можно оказаться в начале процесса, а можно оказаться в конце процесса. В конце эмоционального выгорания уже ничто не поможет. И это может на самом деле кончиться болезнью и смертью самого врача. Через психосоматические заболевания и различные другие. А если врач знает о том, что возможно эмоциональное выгорание в его работе, он начинает уже с первых, так сказать, моментов своей работы понимать, что может помочь. Первое – это профессионализм. Чем выше профессионализм врача, тем он меньше выгорает. Чем больше интерес у врача к работе, это данные, тем он меньше выгорает. Далее, очень важно... Я имею в виду профессионализм, в том числе и во взаимодействии с пациентом, а не только, собственно, медицинский. И еще один момент, очень важный для профилактики эмоционального выгорания, как мы говорим, это осознавать себя, осознавать, кто я, зачем я работаю, чем я занимаюсь. То есть какие трудности у меня возникают. Не забывать об этих трудностях, а именно их осознавать. Осознание, уже там было сказано, первый шаг к контролю над ситуацией. И, конечно, если возникают какие-то проблемы, не бояться обращаться к психологам. Спасибо. Вопросы будут? Субтитры создавал DimaTorzok